Эндрю Крейг. Как завладеть миром? Инвестируйте умно и мыслите глобально. Читает Андрей Анучин. Предисловие Сэра Роджера Гиффорда. Каждому полезно рассказать, чем он или она занимается, на понятном обычном людям языке, и, вероятно, в первую очередь это касается тех, кто работает в сфере финансовых услуг. До сих пор, несмотря на постоянно растущий в современном западном обществе уровень богатства и образования, одной из самых больших проблем остается повышение и расширение финансовой грамотности, позволяющей людям лучше контролировать свои финансы и свою жизнь. В последние десятилетия множество научных публикаций и опросов доказали то, о чем многие люди и так интуитивно знали. В действительности у населения в целом с финансовой грамотностью плохо. Эта реалия влечет за собой обширные последствия, так как поднимает серьезные вопросы о традиционной экономической теории, которую все еще преподают в большинстве университетов по всему миру. Общепринятое экономическое учение предполагает, что люди рациональны и обладают полной информацией. Но правда состоит в том, что большинство людей мало знают о финансовых рынках и в результате этого зачастую иррациональны, по крайней мере там, где дело касается их экономического поведения. Это в значительной степени объясняет, почему во время финансовых кризисов последних лет профессия экономиста оказалась столь востребованной. Эндрю Крейг, автор этой книги и мой бывший коллега, рассматривает широкое распространение финансовой грамотности как своего рода панацею, которая может помочь решить многие важные проблемы в обществе. И я с ним согласен. Финансовая грамотность способна помочь людям выбраться из бедности и перейти к жизни в достатке и даже может в перспективе приблизить к обладанию значительным состоянием. Однако еще важнее то, что финансовая грамотность может сделать для общества в целом. Она помогает людям участвовать в рыночных механизмах, которые привносят капитал, позволяющий решать реальные человеческие проблемы. В числе этих решений создание лучшей инфраструктуры, более эффективных видов жилья и транспорта, отказ от ископаемых видов топлива, более ответственное развитие экономики или даже создание капитала, который необходим биотехнологической и фармацевтической промышленности, чтобы приблизиться к излечению таких болезней, как рак или деменция. Эндрю и я разделяем желание изменить статус-кво, чтобы достичь этой реальности. Те из нас, кто занимается финансовыми услугами, должны гораздо эффективнее рассказывать о том, что мы делаем, понятным и доступным языком. Людям необходимо понимать, насколько велико то социальное благо, которое могут принести финансовые услуги. И Эндрю решил сделать именно это, с помощью этой превосходной и столь необходимой книги. Финансовая грамотность может дать огромные преимущества и отдельным людям, и обществу в целом. Давайте сделаем финансы настолько понятными и полезными, насколько сможем, читая эту книгу и разбираясь в ее посылах. Сэр Роджер Гиффорд, бывший лорд-мэр Лондона. Кто я такой и почему я думаю, что могу вам помочь? Прежде чем мы углубимся в суть этой книги, естественно, вам захочется узнать, почему я чувствую себя достаточно компетентным, чтобы помочь вам, и почему я отличаюсь от остальных представителей финансовой индустрии. В сфере финансов работает множество людей, которые обещают золотые горы, но обещания своего не держат. Почему я должен чем-то отличаться от них? Что ж, самое фундаментальное различие между любым финансовым консультантом и мной заключается в том, что моя цель — научить вас заботиться о ваших деньгах. Что касается того, почему я чувствую себя компетентным, чтобы помочь вам, очевидно, традиционный подход — рассказать вам о моем образовании и профессиональном опыте, чтобы подтвердить мои полномочия, и я перейду к этому через мгновение. Однако прежде я хочу отметить вот что. Я горячо желаю, чтобы, слушая эту книгу, вы обнаружили, что изложенный в ней материал сам по себе достаточно убедителен и для вас не должно иметь никакого значения, кто я или какова моя квалификация. Информация в этой книге должна настолько обращаться к вашему здравому смыслу, чтобы вам было все равно, кто ее написал. Тем не менее, из уважения к традиции сейчас я немного расскажу о том, почему я счел себя достойным написать эту книгу. Не стесняйтесь пропустить эту информацию, если вам наскучили статьи об авторе. Я интересуюсь экономикой, экономической историей, политикой и финансами с малых лет. Мой отец, возможно, не поблагодарит меня за то, что я пишу это, но не будет преувеличением сказать, что он читал мне такие журналы, как The Economist, а также финансовые страницы воскресных газет. Пожалуй, это было неизбежно. Я решил изучать экономику и международную политику в университете, который окончил в 1997 году. На следующий день после последнего экзамена я отправился в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы работать стажером у члена Конгресса США. Справедливо или нет, однако глава администрации моего офиса в Конгрессе считала, что наполовину британец, наполовину ирландец, вроде меня, по своей природе пишет лучше, чем кто-либо из американцев в ее штате, вопреки моей молодости. Это было фантастической новостью и означало, что почти с первого дня службы я получил стремительное повышение от административного стажера, отвечающего за вскрытие почты и подачу кофе, до написания политических речей для конгрессмена. Как вы понимаете, это был невероятный опыт. Время, проведенное в Вашингтоне, дало мне раннее представление о том, насколько важными политика и политические деятели могут быть в отношении финансов и инвестиций. К счастью, моя работа в Конгрессе США способствовала тому, что мне повезло быть приглашенным на собеседование подавляющим большинством компаний, на вакансии которых я откликался, вернувшись в Лондон. Инвестиционные банки, консультанты по менеджменту и бухгалтерские фирмы, а также государственная служба. В конце концов, я согласился на работу в банке, который тогда назывался SBC Warburg, ныне UBS Investment Bank. С тех пор я почти 20 лет проработал в различных финансовых компаниях в Лондоне и Нью-Йорке. Среди них были вышеупомянуты UBS, C.A. Chevrolet – европейское подразделение Credit Agricole, крупнейший банк Франции, SEB – один из ведущих банков Швеции, а теперь и инвестиционный банк-бутик, партнером которого я являюсь. Я начал свою карьеру в UBS на рынке облигаций, а затем перешел в акции. Далее в этой книге я подчеркну, что многие профессионалы, в области финансов, приобретают узкую специализацию в самом начале своей карьеры, часто с первого дня. Я ни в коем случае не уникален, но, тем не менее, опыт работы и с облигациями, и с акциями встречается довольно редко, и это означает, что у меня нет враждебного отношения к тем, кто работает в другой отрасли индустрии, присущего многим финансистам. Возможно, еще важнее то, что, когда я перешел к работе с акциями, моя область специализации называлась паневропейские компании малой и средней капитализации. Несмотря на труднопроизносимость, это всего лишь значило, что я имею дело с компаниями со всей Европы и Великобритании, стоимость которых составляла менее 2-3 миллиардов фунтов стерлингов. Далее фунты. Я мог путешествовать по Европе и США и встречаться с генеральными директорами, финансовыми директорами и председателями нескольких сотен компаний из всех мыслимых секторов экономики. Я принимал участие в размещении на фондовой бирже первичное публичное предложение или IPO десятков известных компаний, включая Burberry, Campery, EasyJet, HMV, LastMinute.com, Carlicious и CarbonTrust. Работа с небольшими компаниями означала две вещи. Во-первых, мне предоставили высокоуровневый доступ к руководящим составам высшего звена, что, как вы можете себе представить, было невероятно познавательно. Во-вторых, цены на эти компании имеют тенденцию быть более изменчивыми, чем у более крупных компаний из списка FTSE 100, Financial Time Stock Exchange 100, ведущий индекс британской фондовой биржи, таких как M&S, BP, Shell и Vodafone. Я был свидетелем того, как некоторые компании выросли в цене на десятки, а то и сотни процентов, и в равной степени я видел, как другие компании теряли огромный процент своей стоимости иногда в одночасье. Этот опыт стал ключевым в формировании моей веры в удивительные возможности инвестирования. Я воочию видел, сколько денег могут зарабатывать самые лучшие инвесторы, что крайне редко происходит с обычными людьми. Я также видел, как некоторые инвесторы очень быстро теряли много денег, и у меня появилось острое желание понять, как можно этого избежать, если это вообще возможно. Я решил много читать об инвестициях и начать вкладывать собственные деньги. Во многом, благодаря прибыли, полученной от этих инвестиций, я смог провести около пяти из последних двадцати лет, не занимаясь обычной работой, то есть без необходимости получать обычную зарплату. Это дало мне время на чтение огромного количества книг по финансам, трейдингу, экономике, истории и экономической истории. В сущности, главная причина, по которой я считаю себя вправе представить вам все ниже изложенное, это библиография в конце этой книги и тот факт, что я читал десятки электронных писем о финансах и экономике почти каждый день в течение почти двух десятилетий. Больше, чем «Моя ученая степень» или годы работы в банковской сфере, составить эту книгу мне помогло то время, которое я провел за чтением лучших источников по инвестиционной и экономической истории. Впервые идея этой книги пришла мне в голову в ноябре 2007 года. Во время отпуска я обнаружил, что в который раз в своей жизни разговариваю с человеком очень умным и с отличной работой, но приложившим немало усилий, чтобы рассказать мне, что он ничего не понимает в финансах и инвестициях. Он был слишком напуган и недоверчив по отношению к этой индустрии, чтобы когда-либо вкладывать свои деньги во что-либо, кроме недвижимости. В который раз я подумал, какая же это трагедия, что так мало людей осознают, что научиться заботиться о своих деньгах относительно легко. Я решил, что могу на это повлиять. Я проработал еще три года. К середине 2010 года у меня было достаточно сбережений для обеспечения финансовой безопасности, которая была нужна мне, чтобы взять еще пару лет отпуска и написать первое издание этой книги. Вы можете оценить, смог ли я в результате предоставить вам информацию, которая будет вам полезна и даже сможет изменить вашу жизнь. Очень надеюсь, что так оно и будет. Эндрю Крейг. Предисловие к третьему изданию Вы можете знать или не знать, что книга, которую вы сейчас слушаете, держите в руках или читаете на своем Kindle, iPad или другом замечательном современном устройстве, на самом деле является третьей версией самой себя. Как я объяснил в разделе «Кто я такой?» выше, с июля 2010 по январь 2013 года я решил немного отдохнуть от обычной работы. Первоначально с целью создать веб-сайт в помощь людям, сражающимся с финансами. В течение 2011 и 2012 годов я написал около 100 тысяч слов для этого веб-сайта 3w plainenglishfinance.co.uk. Благодаря удачному стечению обстоятельств эти 100 тысяч слов превратились в первое издание этой книги, тогда называвшейся «Владеть миром» — «Own the world». Я самостоятельно опубликовал ее в электронном виде на платформе Amazon Kindle в сентябре 2012 года и в печатной форме с использованием платформы Amazon Create Space спустя несколько месяцев в январе 2013 года. К моему удивлению и радости, «Владеть миром» начала достаточно хорошо продаваться. Довольно скоро у нас было около 50 отзывов на Amazon и 90% или более с оценкой 5 звезд, и не все были написаны моей матерью. Казалось, идеи в книге находили отклик у людей и приходились им по душе. В течение 2013 и 2014 годов аудитория росла, а книга и сайт начали жить собственной жизнью. К началу 2015 года мы с командой Plain English Finance, у нас теперь была команда, веселая группа соратников, страстно увлеченных улучшением общественных финансов. Решили, что пришло время значительно обновить и улучшить книгу и выпустить второе издание, которое мы привлекательно озаглавили «Как завладеть миром». Второе издание все еще было опубликовано самостоятельно, но мы потратили некоторое количество денег на услуги профессиональной издательской компании и проделали большую работу, усовершенствовав некоторые разделы и улучшив внешний вид. Был также ряд вопросов, которые я, подготовив первое издание во второй половине 2011 и в первой половине 2012 года, хотел затронуть или осветить шире. Как и следовало ожидать, можно сколько угодно улучшать книгу и обдумывать послания читателям, однако, когда книга уходит в печать, вас всегда догоняет некоторая мысль, вместе с чем-то вроде крепкого шлепка по лбу. Вдобавок, нужно было учесть все отзывы читателей. После публикации первого издания книги мне посчастливилось услышать мнение сотен людей со всего мира. Среди отзывов были невероятно трогательные «Вы в буквальном смысле изменили мою жизнь. Прочитав вашу книгу, я решил вернуться в университет». И одобрительные. Особенная благодарность всем, кто нашел время оставить рецензии с оценкой в пять звезд на Amazon. И, как и следовало ожидать, критически. Так, один читатель обвинил меня в использовании наивных теорий денежной инфляции. Критика была особенно полезной, поскольку она показала, где мне нужно было лучше объяснить концепцию или предоставить больше доказательств. Мы гордились новым изданием, я думаю, вполне оправданно, которая стала значительным глянцевым обновлением по сравнению с нашим первым изданием «Продуктом домашнего производства». К счастью, эта новая версия продавалась даже лучше, чем первая. Вскоре она стала бестселлером Amazon и заняла первое место по продажам в области личных финансов. На момент написания, если вы введете инвестирование в строку поиска сайта amazon.co.uk, книга появится в верхней части страницы, выше классической книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор», одной из самых известных книг всех времен о финансах, написанной великим наставником Уоррена Баффета. К началу 2018 года этот успех привлек внимание одного из крупнейших издательств в мире, Ходер-эн-Стоутен, которые предложили мне выпустить это третье издание. «Я был в восторге от такого развития событий и приступил к работе над версией, которую вы сейчас слушаете, горя желанием увидеть, как завладеть миром, в компании произведений таких авторов, как Джоан Кэтлин Роулинг, Джон Гришем, Стивен Кинг и Чарльз Дарвин. Как уже было сказано, вскоре мое волнение и восторг от возможности выпустить третье издание книги вместе с ведущим издательством были несколько умерены осознанием того, насколько это будет сложно. Мне хотелось бы думать, что я не единственный автор в истории, который обнаружил, что подготовить новое издание книги на самом деле может быть даже сложнее, чем начать с чистого листа и написать что-то новое с нуля, особенно когда предмет так разнообразен и динамичен, как финансы. Я определенно прочувствовал это, когда подошел к этому новому изданию. Причина на самом деле довольно проста. С момента последнего издания прошло 3 года, 6 лет с момента первого издания, и есть новые вещи, о которых нужно рассказать. Тем не менее, как я упоминал ранее, когда я писал книгу, одним из моих главных желаний было сделать как можно большую часть ее содержания вневременным. Многие ключевые вещи, которые вам необходимо понять о финансах, не меняются десятилетиями, например, важность диверсификации, или даже столетиями, например, колоссальная сила сложных процентов. Инвестиционная стратегия «Установить и забыть», изложенная в главах «Чем проще, тем лучше», в последних двух изданиях книги сегодня так же актуальна, как и в 2012 году, когда я впервые предложил ее. Она предназначена, чтобы сохранять и увеличивать ваше состояние независимо от того, что происходит в экономике и на финансовых рынках, а также от экономических и деловых циклов. Кроме того, со времени последнего издания все же произошли вещи, которые нужно как минимум признать. Однако этому факту противостоит естественное нежелание вмешиваться в то, что до сих пор, по-видимому, было чем-то вроде формула успеха. С одной стороны, не сломалось ни чини, с другой стороны, я задумался, нужно ли упомянуть о таких вещах, как Трамп, Брексит и взрыв интереса к криптоактивам и технологии блокчейн. Решение этого конфликта было нелегким делом, и дьявол был именно в деталях. В целом, однако, в этом третьем издании я пытался продолжить двигаться от фундаментальной конечной цели этой книги – уверить вас, читателей, в том, что вы сможете инвестировать свои с трудом заработанные сбережения и дать инструменты, чтобы вы могли сделать что-то осязаемое и практичное, что будет иметь огромное значение для ваших финансов и, как следствие, для всего вашего будущего и способности действительно наслаждаться жизнью. Таким образом, далее вы найдете разделы, где я оставил примеры, которые могут показаться немного устаревшими, но все еще отлично иллюстрируют соответствующие моменты. И ничего из произошедшего за последние три года не отменило их актуальности. Особенно это относится к некоторым графикам, хотя я также добавлял новые там, где это подкрепляло мои аргументы. В других местах есть несколько совершенно новых разделов. Не в последнюю очередь о биткоинах, криптоактивах и блокчейне, в главе 6, учитывая то, насколько много внимания уделялось этой теме в последние пару лет. Я очень надеюсь, что вы извлечете много пользы из этого нового третьего издания, и оно продолжит служить цели двух последних изданий — предоставить вам мировоззрение и инструментарий, чтобы дать вам уверенность в том, что ваши финансовые дела начнут развиваться раз и навсегда, и в результате по-настоящему изменить вашу жизнь. Приятного прослушивания и еще более приятного инвестирования.